На избирательный участок люди входили целеустремленно, ни на что не отвлекаясь. Но после того, как бюллетень опускался в урну, большинство избирателей далеко не сразу шли домой. Билеты в цирк, кино, театры, спортивные залы, а также прилавки с подешевевшими по такому случаю товарами неизбежно задерживали избирателей. Для пенсионеров в день выборов возможность не только проголосовать, но и пообщаться в ветеранской гостиной. В первой гимназии бывшие и еще действующие учителя не просто проводили время вместе, а вовсю готовились к весне. Они учились делать бумажные цветы и раскрашивать пасхальные яйца. Просто сесть и общаться – это не совсем интересно, а общаться во время какого-то занятия – это намного интереснее, потому что появляется общая тема, как что сделать, как научить. И, между прочим, начинаются какие-то воспоминания, а я вот раньше это делала, а вот там где-то видим, и завязывается разговор. Я думаю, что это больше, чем просто взять и пригласить на общение. Несмотря на то, что голосовать можно только с 18, детям тоже было чем заняться на выборах. Большинство будущих избирателей состязались друг с другом – в импровизированных эстафетах, за шахматными и шашечными столами. Серьезнее всего подошли к спорту в 94-й школе. Здесь прошло первенство по хоккею с мячом. Творческие коллективы тоже использовали день выборов по полной. В конце концов, далеко не каждый день в школьном зале собирается такая внушительная аудитория, которая, к тому же, постоянно обновляется. Выступай хоть целый день без остановки. Самое интересное, я бы хотел сказать, что сегодня очень много людей, у которых замечательные улыбки на лицах. Это самое интересное. То, что здесь торговля, это все хорошо, проверяют медицинские осмотры. Это тоже здорово. Но самое главное, что люди сегодня идут с нормальными, человеческими, веселыми лицами, которые говорят о том, что, наверное, не зря мы живем и работаем. Своим правом на известность в день выборов сполна воспользовались не только люди, но и звери. И если лошади в Ленинском районе просто катали избирателей, то полицейские овчарки красовались вовсю, демонстрируя всем желающим, какие острые зубы стоят на страже закона в Кемерове. Имя человека, придумавшего превратить выборы власти в праздник, давно затерялось в истории. Но его идея живет и процветает до сих пор. Конечно, люди идут на избирательный участок не за тем, чтобы что-то купить или на что-то посмотреть. Но культурное наполнение делает обычное голосование гораздо приятнее. Явка очень большая. Двери не закрываются и сплошным потоком люди идут голосовать. Лариса Михеева, Аркадий Кемеев. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова